Южное шоссе, въезд между автосалонами к нам вот на эту площадку, на которой мы находимся. Вместо этого вот здесь на данный момент мы имеем сплошной забор и едем просто в объезд через песчаную глинку или через кладбище песчаная глинка. Каждый день жители поселка Завидово начинают с марш-броска. Чтобы добраться до остановки на Южном шоссе, нужно пройти более двух километров в обход по бездорожью. Прямого пути нет, его преградили владельцы автосалонов. Не хотят пускать людей по частной территории, поэтому сейчас здесь железный забор. Тем, у кого есть машина, тоже не сладко. Объезжать приходится через кладбище по грунтовой дороге. Скорая сюда доедет непонятно когда, пожарная, соответственно, тоже, потому что единственный более-менее приличный въезд у нас остался вокруг через кладбище песчаная глинка. Поселок Завидово появился примерно пять лет назад. Жителям показывали красивые картинки и предлагали купить землю, относительно недорого, и сбросятся на строительство дорог и коммуникаций. На это с каждого участка, а их более двухсот, собрали по семьсот тысяч рублей. В результате, как говорят люди, вода в дома так и не поступила. Есть проблемы с подачей газа и электричества. Электросети построены из, как показал, осмотр из очень старых трансформаторов. Один из них стоит, он с 2009 года. Эта сеть построена в 2016 году. Из-за них мы имеем сейчас в сети 260 вольт, из-за которого оборудование у нас не выдерживает нагрузки. Очень много бытовых приборов перегорает, не выдерживая силу тока. Нам обещали зеленую зону с детской площадкой. Думали, что возможно сделать садик и школу. Был разговор за заезд общественного транспорта к нам в поселок. И магазин, где-то как раз в этом районе, показывали на карте, что будет примерно магазин. Ничего из обещанного нет. В результате, чтобы в дождь не утопать в грязи, жители за свой счет наняли фирму, которая засыпает дорогу щебнем. Зимой сами чистят снег. Но, несмотря на это, каждый месяц получают квитанции на полторы-две тысячи рублей, в которых включены зарплаты директора компании собственника поселка и аренда его офиса. Александр Николаевич, вы сколько у власти уже как пришли сюда? Это имеет отношение? Ну да, года три. Вот честно говоря, за три года не сделано ничего. Если бы нам хотя бы чистили дороги, поставили бы контейнер, вывозили мусор. Мы это сами вывозим, этот мусор. Некоторые товарищи у нас есть, конечно, вываливают где-то там. Мы нанимаем технику, это сами все вывозим. Меня обманули со всех сторон. Я заплатил миллион двести. На вопросы, почему за столько лет в поселке ничего не поменялось, директор отвечает просто – нет денег. Мол, не может закончить работы, так как долгов у жителей еще 35 миллионов. По поводу долгожданной дороги к Южному шоссе обещает – построит. Здесь сейчас трактор работает, проезжую часть выравнивает и будет проходить по диагонали. И вот торговый центр поперек, 250 метров до выезда на Южный шоссе. Мы уже оформили ППТ на этот участок земли. Эта земля городская, за нее платить никому ничего не надо будет. То есть, если собственники боятся, что еще и за эту землю придется платить, я заявляю ответственно. Мы, собственники, платить за нее не будем. Жители уже ничему не верят. Чтобы добиться справедливости, написали письмо президенту и намерены добиваться того, чтобы все обещания, которые им дали при покупке участков, были исполнены. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События.